Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью и с вами я, Мила Тарасевич. Сегодня мы находимся в гостях у директора Лесногородской школы Ивана Валерьевича Шушина. Иван Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, для начала хотелось бы узнать, чем вообще славится ваша школа? Вы знаете, у нас одна из крупных школ, то есть по численности наша Лесногородская школа занимает одно из первых мест. Это у нас 1650 ребятишек приходят на учебу ежедневно, то есть они приходят к первому уроку, далее они учатся, потом секции, потом кружки, потом внеурочка. То есть ребенок, приходящий к нам с утра, в принципе, каждый, наверное, третий, каждый второй выходит только вечером уже домой, чтобы снова встретиться с родителями и отдохнуть. Вот меня всегда интересовал такой вопрос. Мужчина, директор, как вообще вы пришли к своей профессии, когда вы поняли, что это именно ваше призвание, что вы любите это место, эти стены, любите этих детей? Вы знаете, много лет назад, в 2003 году я начал свою карьеру в Яршовской школе, я был учителем ОБЖ, потом заместителем директора по безопасности. И вот много лет назад мне сказали, для того, чтобы в школе работать, школу надо любить. Вот, наверное, я все-таки еще какой-то промежуток времени шел к этому. Сейчас могу с уверенностью повторить эту фразу, что да, действительно, в школе должны работать именно те люди, которые школу любят, которые любят детей, которые ценят детей, которые уважают всю систему школьную в целом. То есть это и сами уроки, это и воспитательные моменты, это и дежурство по школе, то есть это внеклассные занятия, классные часы, поездки, экскурсии. Наши учителя старших классов очень любят выезжать, как в Калининград, Казань, Петербург, у нас постоянно эти экскурсии. Сейчас вы видели, автобусы выходили с территории тоже. То есть мы находимся не только в помещении, у нас постоянно идет жизнь, школа набирает обороты, здание новое, зданию только третий год. Поэтому мы встаем на те, наверное, рельсы и начинаем потихонечку, потихонечку занимать нишу в системе образования нашего Одинцовского округа. Имеем свои результаты, имеем свои победы, так что мы идем вперед. С некоторыми учителями мы уже знакомы, у вас замечательный педагогический коллектив, но кого вы можете выделить, кем вы настолько гордитесь? Возможно, это учителя, которые недавно принесли какую-то победу на каком-либо из конкурсов. Ну, каждый учитель, наверное, является уникальным, и в нашей школе это тоже подтверждается. У нас работает более 100 человек педагогического коллектива, также еще есть технический персонал, административный персонал. Ну, вот из предыдущего, если брать, то, конечно же, это учителя русского языка, учителя математики, это очень мощные учителя химии, физики. Предыдущий учебный год нам принес Всероссийскую Олимпиаду, то есть Николай Сатарихин стал победителем Всероссийской Олимпиады по литературе. Это наш педагог, это Донскова Ольга Вячеславовна за заслуги перед ребятами и за весь учебный момент. То есть как человек, воспитавший победителя Всероссийской Олимпиады, была награждена почетной грамотой министра просвещения. Так что вот пока вот такая вот награда у нас за последние месяцы, наверное, самая большая. В этом году мы начали тоже, уже школьный этап прошел, Олимпиад, вышли на муниципальный уровень, очень много призеров. Победитель пока один, это Чищухин Арсений по физике. Так что делаем сейчас ставки на него, что дальше на области также будет победа. У нас многое уделяется времени спортивным секциям, то есть мы принимаем участие в Спартакеаде нашего округа, занимаем хорошие места. Вот вчера только у нас прошли игры по волейболу, то есть наша команда зональные соревнования, то есть наш курс на четыре школы победили. Что девочки, что юноши, с хорошим результатом, продвигаемся в Спартакеаде дальше. Вот, у нас запущен бассейн, в бассейне занимается около 15 групп. У нас есть результаты, но это, конечно, не наш ученик, но занимается он в нашем бассейне, конечно, Дегтярев, чемпион Европы, ребенок такой вот солнечный. То есть дай Бог побед, здоровья нашим учителям, нашим ребятам, пока вот так все идет, все складывается. Ну, раз уж мы заговорили о секциях, какие еще есть секции, да, дополнительные в стенах вашей школы? Вы знаете, в нашей школе работают как факультативы, так и кружки и спортивного направления, то есть у нас хорошо развивается баскетбол, у нас хорошо развивается секция фехтования. В предыдущем году у нас хорошо занимались ребята в секции регби, данные секции бесплатные, вот, идут в рамках спортивных школ нашего округа и Московской области. Поэтому будем стараться, чтобы в этом году наши ребятишки занимались также в тех же самых секциях и приносили новые результаты. Мы видели, с какой теплотой к вам относятся дети, причем как маленькие, так и взрослые, маленькие, так вообще даже не стесняясь, они подходят, вас обнимают, как вам удалось завоевать их любовь? Вы знаете, когда я пришел руководителем в Лесногородскую школу, у меня был опыт работы в Дубковской школе «Дружба», я вам сразу скажу, что школу можно завоевывать или войти в нее через лебедь, рак и щука, да, назвать. Вот, это родители, это ученики, это учителя, то есть мой подход всегда через детей. Я вам сразу скажу, что коллектив принимал меня не быстро, это длительный процесс становления руководителем образовательного учреждения данного Лесногородской школы, вот. Ну, я думаю, то, что каждый учитель видит, мое отношение к детям, то, что я самое главное хочу сказать, что дети должны находиться в безопасности, детям должно быть комфортно, дети должны получать знания, воспитание, и при этом дети должны быть довольны. Ну, что мы, собственно, и видим. Наверное, сытые. Ресурсный класс, да, здорово. Насчет ресурсного класса, по инициативе Андрея Робертовича Иванова, главы нашего Одинцовского городского округа, в нашей школе был введен ресурсный класс. То есть, как руководитель, я с радостью это воспринял, потому что к нам пришли ребята с диагнозом аутизм. Вот, у нас таких учеников пять, но это не ученики ресурсного класса, это ученики нашей школы. То есть, это ученики первого А, первого В, первого Д класса. Ребят пять, которые имеют свою зону, зону ресурсную, где они могут заниматься своими профессионально обученными тьюторами. У нас есть учитель-дефектолог, который постоянно занимается с ребятами. Нас полностью поддерживают родители этих ребят, которые также находятся рядом. Ресурсный класс – это, наверное, возможность каждому ребенку быть учеником, быть учеником обычной средней общеобразовательной школы. Каждое утро я начинаю в школе со встречи ребят, со встречи школы, со встречи учителей. Я вижу, какие ребята приходят с утра, и, конечно же, вижу учеников ресурсного класса. А у меня нет градации, это обычные ребята, обычные дети, которые точно так же занимаются на уроках. В сентябре мы запустили данный проект. Наверное, недели четыре ребята осваивались, акклиматизировались. На сегодняшний день многие уже выходят на уроки по расписанию в свои классы. Например, сегодня вы видели это на уроке окружающего мира. Наш ученик Саня, он находился среди учеников своего класса. Вы видели отношения ребят, отношения Саши к классу. То есть абсолютно ровные, правильные отношения. Нет никаких разграничений. Для меня, как для руководителя, нет. Возможно, для специалистов, которые работают с ребятами каждую минуту, каждую секунду, может быть, конечно, для них это более видно. Для меня это обычные ученики. Самое главное, чего бы я хотел добиться, это того, чтобы ребята были адаптированы, чтобы они занимались в нашем социуме. У них же обычные раздевалки, они обычные туалеты посещают, они ходят в столовую, они толкаются в той же самой очереди. То есть они находятся среди наших 1700 учеников. Школа идет своим ходом. Ребят там вроде как комфортно, родители вроде как тоже довольны. От учителей никаких там нареканий к данным ученикам нет. Поэтому дай бог, чтобы все у нас шло так и дальше. А так, конечно, огромное спасибо нашему коллективу, которые отрабатывали, проработали эти моменты. Моменты входа ребят в классы. И я очень рад тому, что у нас есть такой ресурсный класс. Я правда этому очень рад. Из социальных сетей мы узнали, что ваша школа стала, можно сказать, первой, наверное. Я не слышала, где бы еще проводили именно динамические паузы. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще появилась такая идея, как она возникла? И каковы были пути к его реализации? Ну, ни для кого не секрет, что динамическая пауза на самом деле это перерыв во время урока, чтобы ребятишки размялись. Ну, мы немножечко пошли... В таком формате, да. Да, мы, наверное, пошли немножечко глубже дальше. Школа является площадкой приема ГТО для того, чтобы и наши ученики не выезжали в другие школы, и чтобы мы принимали учеников наших школ округа. А здесь мы, наверное, все-таки поговорим о начальной школе. У нас большое количество классов начальной школы, очень большое количество детей в начальной школе. Это большая часть наших учеников. Вот, если заканчивая триместр или уходя на каникулы в середине триместра, старшие классы имеют свои дискотеки, то младшие классы, конечно, таких дискотек не имеют. Ну, таких клубных, да, вечеров, когда звучит хорошая музыка, когда ребята могут, как сказать, на их сленге, да, отжечь, зажечь, вот, оторваться, уйти в отрыв. Вот, начальной школы такого не было. На самом деле все родилось очень быстро. У нас работали и работают пара секций. Это танцевальные кружки, это спортивные, современные танцы. Мы посмотрели, а на самом деле там же наши ученики. Школа любит наших старшеклассников. То есть маленькие ребята, которые занимаются на уроках, они видят старшеклассников, они являются для них примером. И та же Саша Ивлева, тот же Глеб, да, ученик девятого класса, Катя, Марина, да, ученик седьмого, восьмого класса. Они со сцены задают темп, разучиваются ребятами движения. Всего-навсего это, ну, 30-40 минут. Вы сами видели, как бы, не более 40 минут. То есть один урок мы на это тратим. Наверное, стать учебный процесс, я думаю, что не составляет для опытных учителей труда, да. А вот то, что ребята имеют небольшой такой эмоциональный взрыв, эмоциональный выход, я думаю, для них это полезно. Во-вторых, это взаимосвязь старшеклассников и начальной школы. То есть когда ты выходишь на сцену с микрофоном и говоришь, ребят, кто сейчас будет выступать, они тебя сразу же называют. Будет Саша, будет Глеб, будет Катя. Вот, также наша Анечка, да, ученица первого класса. Такая вся грациозная, утонченная, такая вся динамичная. Вот, а сегодня у нас еще и была Юля Васильченко, да, это бывшая ученица, выпускница нашей школы. То есть чемпионка мира по спортивным танцам, по современным спортивным танцам, которая провела с нашей Сашей Юлевой, ученицей 11 класса, даже батл. То есть Юля ВС, Саша. То есть ребята, это все, конечно же, на одном дыхании это все проходит. Но ничего, энергия из них выходит, пускай в правильное русло энергии выходит. Сейчас, наверное, сидят уже, занимаются чтением, письмом, математикой. Пускай на здоровье. Своеобразная разрядочка. Разрядка, да, конечно же, разрядка. То есть раз в три недели где-то мы проводим. Там каждая параллелька, каждая заходит на 30-40 минут. То есть старшеклассники проводят такие динамические паузы. В завершении нашей беседы мне хотелось бы узнать о Ваших дальнейших планах по развитию учебного заведения. Вы знаете, работаю в этой школе уже третий год. То есть, наверное, первый год – это новое здание. Это пока мы к нему привыкли, пока здание к нам привыкло. То есть пока мы все адаптировались в этом здании. Пока запустили все коммунальные моменты. То есть прошло, конечно, большое количество времени. На сегодняшний день мы уже занимаемся вплотную методической работой. То есть мечтаю создать кадровый резерв олимпиадников, где ребята, которые имеют успехи, будут делиться с такими же одноклассниками, сверстниками нашей школы. Пока, возможно, наши школы, потом в дальнейшем. В дальнейшем и другие школы можно будет привлекать. У нас очень много в округе сильных школ, которые также участвуют во всех мероприятиях, важных мероприятиях. Для меня, конечно, это предпрофили. Для меня это профильное образование. То есть задача с следующего года уже, конечно, ставится. Чтобы ребята приходили в профильные классы уже, имея опыт, имея в голове, действительно, надо ли ему эти предметы, нужны ли они в таком количестве ребятам. То есть в этом году мы будем это все отрабатывать. Вообще, конечно, здорово. Школа живет, школа идет своим чередом. Каждый день наша школа принимает большое количество учеников. В нашей школе нет плохих учеников. В нашей школе все замечательные. Они прекрасно знают мое отношение к ним. Я очень уважительно, с большим, наверное, обожанием отношусь к детям. Ну, и реакция, конечно, соответствующая с их стороны. То есть всегда готовы помочь, всегда готовы поддержать. Любые наши инициативы воспринимаются на ура. Я смотрю, детям нравится. Ну что ж, на этой позитивной ноте я хочу вас поблагодарить. Приглашайте нас в свою школу, на различные мероприятия. Мы с удовольствием приедем. А мы с удовольствием вас приглашаем. И всегда будем рады вас видеть. Спасибо. Ну, а вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. Спасибо. 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 Спасибо.